Противостояние Советского Союза и Америки на сцене театра МДМ удалось увидеть мне и моим коллегам. Тему, как никогда, актуального артисты рассказали в вокальных и хореографических номерах. Подробнее о легендарном бродвейском мюзикле в России и его закулисье сейчас расскажем. Поехали! Герои мюзикла списаны с реальных шахматистов 80-х годов. На фоне холодной войны спортсменам приходится непросто, они становятся частью политической борьбы. Но даже в таких условиях остается место для любви, личных амбиций и желания свободы. Может ли статься, что хоть когда-то сможем забыть мы острую боль? За кулисьей мюзикла не менее интересно, чем итоговая картинка. Особенность шахмат – трехэтажные декорации, продуманные до мелочей. Чтобы быстро менять сцены, их даже закрепили на рельсы. А задник собрали из десятков светодиодных экранов. Основной реквизит – шахматы, доски и даже карандаши на магнитах. Чтобы ничего случайно не упало и не добавило сложностей в и без того непростую постановку. Кстати, в мюзикле используют оригинальный советский и американский реквизит прошлого века. Чемоданы, статуэтки и даже газеты специально искали на рынках и у коллекционеров. Чувство новости объяты народом. Согрет и видят душ, зовет ее машина. Всем понятно, что она не сокрушила. Несмотря на черно-белые краски мюзикла, постановка получилась яркой, в том числе и за счет аутентичных костюмов. Их шили по эскизам известных кутюрьетиях времен. За два года шахматы успели оценить не только около полумиллиона зрителей, но и эксперты. Мюзикл номинирован на 17 категорий премии «Золотая маска». Кстати, увидеть и оценить спектакль можно будет даже летом.